Проезжает прямой один метр, поворачивает направо на некоторый угол, проезжает еще метр, поворачивает на тот же угол, проезжает еще метр и так далее. Докажите, что все эти точки лежат на одной и той же арте. Так, ребят, на самом деле я не очень верю, что вы ее сами решите. Смотрите, о чем здесь задача. Вот есть вот точка, давайте называем А, первым шагом оказался в точке А1, прошел какое-то расстояние. Потом прошел такое же расстояние, оказался в точке А2, вот этот угол повернулся. Потом пройдет такое же расстояние, окажется в точке А3 и так далее. Вы должны объяснить, по какой причине все эти точки на самом деле лежат на одной окружности. А объяснение очень простое. Берем первые три точки. Так, скажите, пожалуйста, все понимают, что серетинный перпендикуляр к отрезку, это такие точки, что вот эти расстояния равны? Все понимают? Угу. Отлично. Отлично. Берем вот этот отрезок, берем к нему серетинный перпендикуляр. Какой результат? Возникла какая-то точка. Господа, смотрите. Из-за того, что она лежала на этом перпендикуляре, отрезок А0 О равнялся отрезку от точки О до точки А1. Если она лежала на втором середине перпендикуляре, отрезок А1 О равняется отрезку О2. Господа, но это означает очень простую вещь, что если я здесь соединю, 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 то все эти три отрезка будут что? Будут, разумеется, одинаковыми. А после этого я говорю очень простую вещь. Как эти треугольники называются? Равнобедренные. Два равнобедренных треугольника. И что я могу дальше сделать? Добавить третий, четвертый, пятый и сколько хочу с той же самой вершиной. Согласна? То есть у меня возникла вершина, в ней два треугольника. Разумеется, я могу переложить, переложить, каждый раз относительно стороны его переворачивать, прикладывать, прикладывать и так до бесконечности. То есть я провел два середина перпендикуляра и возникла такая симпатичная точка, что эти треугольники не просто равнобедренные, а равнобедренные с общей стороны. И дальше понятно, что оно будет откладываться.